МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трудоустройством казахстанцев займутся частные агентства. Правила организации и финансирования аутсортинга услуг определило Министерство труда и социальной защиты населения. Один человек погиб, 9 госпитализированные, среди них один ребенок. Таковы результаты столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля, которое произошло сегодня утром в Бухаржуравском районе. Седьмой республиканский турнир по боксу на призы чемпиона 30-х Олимпийских игр Сирика Сапиева стартовал в Караганде. Вместе с казахстанскими спортсменами в соревнованиях принимают участие боксеры из соседних стран. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От истоков к современности. Нурсултан Азарбаев написал статью, в которой призвал казахстанцев защищать и гордиться культурным наследием. Статья вышла под названием «Семь граней Великой степи». В ней глава государства отмечает необходимость создания музея искусства и технологий Лодала, учебно-образовательного парка, энциклопедии о великих личностях, а также организации Всемирного конгресса тюркологов в Астане в 2019 году. В статье подчеркивается, что особый уклон следует сделать на создание художественных картин и мультфильмов с целью сформировать культ национальных супергероев. В заключении президент Казахстана отметил, что только у народа, который помнит свое прошлое, есть великое будущее. В статье своей главы государства указывают, что нужно изучать архивные документы. Конечно же, наши историки, наши исследователи в годы независимости очень много изучали, ездили в зарубежные архивы и в отечественных архивах. Но еще много документов, которые хранятся, которые еще не опубликованы, не исследованы. То есть это даст новые факты по истории. Для этого создается программа «Архив 2025. Семилетний». Я думаю, это даст возможность нашим историкам, огромную возможность начать новые исследования по истории Казахстана. Также такой интересный момент, который мне очень понравился, это актуализация тюркологии. Это такое хорошее направление, очень интересное направление в ее изучении. С текущего года осуществляется передача функций центрами занятости населения по оказанию содействия в трудоустройстве безработных частными агентствами занятости. В аутсорсинг передается услуга по трудоустройству на постоянные рабочие места безработных, зарегистрированных в центрах занятости населения. Отбор частных агентств на участие в аутсорсинге осуществляется на основе квалификационных требований, утвержденных Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Аутсорсинг услуг в сфере занятости населения осуществляется в соответствии с законом Республики Казахстан о занятости населения. Основной целью аутсорсинга является повышение доступности для населения услуг в сфере занятости, расширение охвата соискателей и повышение качества услуг по трудоустройству, развитие частного сектора услуг в сфере занятости населения. Оплата за оказанные услуги осуществляется за фактический период занятости безработного. Возврат части аванса частным агентством занятости, центру занятости осуществляется пропорционально количеству нетрудоустроенных безработных в течение срока, предусмотренного договором об аутсорсинге, утвержденного приказом номер 256. Между центром занятости и частным агентством заключается договор об аутсорсинге услуги по трудовому посредничеству на период, который включает 30 рабочих дней, в течение которых частное агентство должно трудоустроить безработного и 12 месяцев непрерывной занятости лиц, трудоустроенных по договору. В семинаре приняло участие три частных агентств занятости. В свою очередь в аутсорсинге могут принимать участие все частные агентства занятости, зарегистрированные на бирже труда. У нас в области четыре частных агентства работают. Здесь, видите, могут участвовать не только частные агентства, именно в Скоро-Арганической области, могут и по республике. То есть, из других регионов могут принимать участие в аутсорсинге и трудоустраивать наших граждан. Организацию и финансирование аутсорсинга услуг в сфере занятости населения осуществляет Центр занятости. Оплата услуги по трудовому посредничеству в отношении зарегистрированных безработных в рамках аутсорсинга осуществляется Центром занятости в соответствии с договором об аутсорсинге услуг. Оплата услуг частных агентств осуществляется Центром занятости по тарифам, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Республики Казахстан. Аутсорсинг услуг в сфере занятости населения осуществляется за счет бюджетных средств в отношении зарегистрированных безработных и без взымания платы с них за оказанные услуги. Объявление о проведении аутсорсинга услуг публикуется Центром занятости на бирже труда еженедельно по средам. Центр занятости по понедельникам с 9.00 до 18.30 часов по местному времени открывает на бирже труда лоты безработных, которые должны быть трудоустроены частыми агентствами занятости в рамках аутсорсинга. Как защитить себя от сахарного диабета? Ответы на эти и другие вопросы сегодня прозвучали на семинаре, который прошел в Высшем Сестринском колледже Карагандинской области. В мероприятии приняли участие медицинские работники и студенты колледжа. Данное мероприятие состоялось в рамках реализации национальной программы «Диабет под контролем». Его основной целью является привлечение внимания общественности к актуальности проблемы, вызванной диабетом и его осложнениями. Участники семинара поделились информацией по профилактике заболевания. Надо помнить, что 80-85% всех случаев диабета – это диабет второго типа или диабет взрослых, пожилых людей. Я думаю, первое – надо следить за своим весом, поскольку известно, что при ожирении диабет встречается несколько раз чаще, даже 20-30 раз чаще. Также организаторы провели тренинг, на котором обсудили принципы питания для нормального функционирования организма. В рамках мероприятия желающие смогли пройти скрининг на сахарный диабет. Здесь же они научились делать расчет избыточной массы тела. То есть проводить такие мероприятия – это важно для населения, важно для студентов, чтобы они знали всю профилактику о сахарном диабете, знали, как важно правильно питаться, следить за своим здоровьем. В завершении все участники получили сертификаты, подтверждающие активное участие в работе. Стоит отметить, в Карагандинской области за последние 10 лет больных с сахарным диабетом стало в два раза больше. Врачи призывают вести здоровый образ жизни, чтобы избежать этой болезни. Мольдир Нурлан Кзы, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Один человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля. На трассе Козеларда-Павладар в Бухаржиралском районе. Еще 9 пассажиров автобуса, среди них один ребенок с различными травмами, доставленные в Первую городскую больницу Караганды. Авария произошла в среду утром. Автобус следовал сообщениям села Кушока, Караганда. В салоне находились 45 человек. Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Назначен комплекс соответствующих экспертиз. По окончании будет принято процессуальное решение. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечался 18 ноября. В честь этого дня более 80 сотрудников полиции сдали кровь для спасения жизни тех, кто пострадал в дорожных авариях. День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий – это день скорби, печали и тревоги. В канун этого дня сотрудники полиции по традиции массово сдают кровь, выражая тем самым сострадание и призывая всех водителей уважать друг друга и не пренебрегать правилами дорожного движения. Цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме нехватки регулярных доноров крови и ее компонентов. Сотрудники полиции сдают кровь регулярно, не привязывая эти действия к каким-то событиям и датам. Традиция сдавать кровь в органах полиции проводится с 2005 года. Мы призываем всех участников дорожного движения сдавать кровь. С начала года на дорогах Карагандинской области произошло 457 дорожно-транспортных происшествий, при которых 161 человек погиб, в том числе 15 детей. Более 500 получили различные травмы. Все пострадавшие нуждаются в крови. Именно поэтому полицейские сделали эту акцию доброй традицией. В рамках проведения недельного безопасности дорожного движения лично ставим батальону дорожного патрульного полиции в центре переливания крови. Сейчас принимается активная часть по значению крови вверху подставляющихся к водородорожного транспортных происшествий. Лично ставим сейчас именно по батальону 35 сотрудников. Сегодня занимаются данной акцией, данным мероприятием. И лично ставим не остаться в стороне, потому что есть проблема на сегодняшний день. В акции приняли участие сотрудники местной полицейской службы, административной полиции, батальона и полка дорожно-патрульной полиции. В один день стражи порядка сдали более 30 литров крови. Медики отмечают, что сданная кровь в первую очередь спасет жизни детям, онкобольным и тяжелобольным. А затем всем, кому срочно нужна кровь. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Каргандинский. В седьмой республиканский турнир по боксу на призы чемпиона 30-х Олимпийских игр Серико Сапиева стартовал в Караганде. Вместе с казахстанскими спортсменами в соревнованиях принимают участие боксеры из России, Таджикистана и Кыргызстана. Участник турнира – воспитанник карагандинского спортивного интерната Аслан Асланов. В первый же день соревнований он выиграл у боксера из Мангастау. Сегодняшний бой. Я чуть подустал. Так бой нормальный был. Мой соперник тоже хорошо боксирует. Впереди у Аслана еще четыре схватки. Он уверен, что выступит достойно. Его цель – стать чемпионом турнира в своей весовой категории. В седьмом республиканском турнире принимают участие молодые спортсмены в возрасте 15-16 лет. Вместе с казахстанскими юношами на ринге выступают боксеры из России, Таджикистана и Кыргызстана. Первый турнир прошел семь лет назад. После сенсационной победы Серика Сапеева на Олимпийских играх. Сам чемпион заявляет, что именно на таких турнирах и растет мастерство будущих победителей. Благодаря таким турнирам повышается мастерство наших молодых боксеров. Мы сами, когда были детьми, тоже ездили на такие турниры, волновались, переживали, выигрывали, проигрывали. Но мы росли изо дня в день благодаря вот таким турнирам по юношам, по молодежи. Я думаю, что у ребят тоже есть такой шанс проявить себя, показать свои лучшие качества и победить, и дальше вырасти. С самого начала в соревнованиях принимают участие все регионы страны. Однако турнир будет расти, заявил Серик Сапеев. Уже ведется подготовка к 10-му юбилейному соревнованию. 10-й турнир провести на хорошем-хорошем уровне и пригласить команды только с Европы, с Азии. Ну, постараться, чтобы с Америки приехали, может быть, какой-то совместный сбор учебно-тренировочный провести, чтобы юноши вместе потренировались, по локсировали. Ну, загадывать не будем, это просто в планах. 10-й турнир юбилейный, и поэтому такие пожелания есть. Соревнование будет проходить до 24 ноября. Победители и призеры турнира будут награждены дипломами и медалями от областного управления физической культурой и спорта и призами от спонсоров. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин